Сегодня в безчетверти 11 на перегрёстке Московской Щёрце наблюдалась авария. Копейка Жигуля и сворачивала на ещё не начавшийся зелёный. Камаз же, известный в народе как машина-убийца, двигался над огорающей зелёно-жёлтой, выполняя правила легче проехать, чем остановиться. Копейка пыталась уюргнуть из Камаза, но не вышла. Камаз легонечко задел Копейку, но последнее этого хватило. Её отшвырнуло к бордюру на минерализованный сугроб, который в обилии имеется по обучинам Екатеринбургских дорог. Копейку отшвырнуло так, что даже багажник разъявился. Камазу, понятно, хоть бы хны. Копейки помяло железо, но стёкла не разбило, так что обошлись малой кровью. Но не в этом суть. Как в сказке, мимо проезжал, торопясь на службу, подполковник милиции, начальник отдела управления ГУСОФТОИНСПЕКЦИИ ХАРИСОВ. Совершенно случайно подполковник ГАИЗа, видя эдакое, стремительно кинул свою машину «девятку» посреди перекрёстка и ринулся к травмированной Копейке. Как на крыльях, спросил документы у авторов аварии и дал пояснение прессе. Произошло моё мнение, что водитель Камаза выехал на жёлтый сигнал светофора после зелёного. Вот он имел право двигаться на данный сигнал. А водитель красной «Жигулей», значит, не дождавшись окончания красного света, значит, начал движение. Ну, хорошо, что так сегодня обошлось, механические повреждения, могло быть и хуже. Водитель, значит, «Жигулей» мог пострадать, и неизвестно, чем бы это сегодня закончилось. Сейчас наряд ГАИ Ленинского РУВД оформит дорожно-транспортное происшествие, значит, и передадут в органы дознания материалы. Подполковник Харрисов, как в воду глюдел, тут же на месте приключилось второе чудо. На широкий жест прозорливого подполковника «Вот мы наблюдаем наряд Ленинской госавтоинспекции». Действительно, как из-под земли появился стремительный наряд. Подполковник кратко пояснил ситуацию гаишникам, прыг в свою машину и на работу. Мужественное решение подполковника остановиться свидетельствует о верно-гражданской позиции, невзирая на задержку, не проехать мимо. Тут же случилась и бабушка, которая дерзко пересекла перекрёсток по диагонали и плюнула в разъявленный багажник «Жигулей», в том смысле, что все беды от машин. «Нико не передавит спортивной машине, не умеет возить машину, возможно, ни дорогу не уступит, ничего».